Сегодня мы расскажем историю, которая произошла всего пару недель назад в Гонконге и шокировала всю общественность своей жестокостью и безмерной подлостью. Эта трагическая новость напомнила многим людям фильм «Паразиты», который вышел в 2019 году и получил 4 премии «Оскар». Молодая и успешная девушка Эбби Чой жила идеальной жизнью, жизнью, о которой многие в ее возрасте могли только мечтать. Ее модельная карьера набирала обороты и казалось, что ее успеху нет предела, но, к сожалению, всем ее планам на жизнь не суждено было сбыться. 21 февраля 2023 года она внезапно пропала, и уже через несколько дней то, что от нее осталось, найдут в кастрюлях и холодильнике в деревне Тайпо, пригородке Гонконга. Эбби Чой родилась и выросла в Гонконге, в городе, который считается одним из ведущих финансовых центров всего мира, в состоятельной и знаменитой семье. Ее родители владели крупной строительной компанией, что давало девушке заниматься тем, что ей действительно нравилось больше всего, и ее страстью была мода и стиль. В скором времени она достигла больших высот в этом деле и привлекла внимание ведущих мировых изданий моды. На 2023 год ее личное состояние уже оценивалось в 30 миллионов долларов США. Хотя карьера была очень важна для Эбби, семья для нее была на первом месте. В 18 лет она вышла замуж за Алекса Квонга, с которым они дружили с раннего детства, несмотря на то, что он был из менее обеспеченной семьи. У этой пары родились два сына, но этому союзу не суждено было продлиться долго. Эбби и Алекс развелись спустя 4 года. В отличие от большинства пар, им удалось остаться друзьями. Они часто общались и проводили время со своими детьми. Девушка поддерживала теплые отношения с семьей Алекса, в том числе с его братом Энтони, который называл ее сестрой. Эбби даже взяла его к себе личным водителем, так как он не мог долгое время найти работу. Семья бывшего мужа не имела собственного жилья и постоянно переезжала с места на место. Поэтому в знак доброй воли Эбби купила родителям Алекса роскошную квартиру с четырьмя спальнями в престижном районе Гонконга. Эта квартира обошлась ей в целое состояние, а именно в 9 миллионов долларов США. Она также помогла своему бывшему Шурину Энтони приобрести свой собственный дом. По словам близких людей Эбби, она всегда заботилась о тех, кто ее окружал. Она была из тех редких людей, которых не испортили большие деньги. Даже после того, как девушка снова вышла замуж и родила еще двоих детей, она продолжала обеспечивать семью Квонг, регулярно оплачивая их путешествия в экзотические страны. А они регулярно выкладывали фотографии с ней в социальной сети, восхищаясь ей. Но все оказалось не так радужно, как могло показаться на первый взгляд. В феврале 2023 года Эбби представилась уникальная возможность. Ей предложили поработать моделью в одном известном французском издании. Девушка, конечно же, ухватилась за эту возможность, так как она всегда мечтала попасть на обложку такого популярного журнала о моде и образе жизни. Поэтому, не раздумывая, купила билет на самолет и прилетела в Париж. Эбби поделилась приключением со своими подписчиками в социальных сетях, наслаждаясь городом и восхищаясь своими кумирами из мира моды. Она и понятия не имела, что в этот самый момент группа людей тщательно планировала ее убийство варварским методом. После возвращения в Гонконг, Эбби провела несколько дней со своими детьми и мужем. Уже 21 февраля ее начали искать. После того, как она не забрала своих детей из школы, что было для нее не характерно. Учитывая, насколько была богата Эбби Чой, полиция выдвинула версию, что ее похитили ради выкупа. Однако звонков близким с требованиями от похитителей так и не поступило. Посмотрев камеры видеонаблюдения у жилого комплекса, детективы обнаружили, что в последний раз, когда Эбби видели, она садилась в свою машину. А за рулем был ее личный водитель и бывший Шурин, Энтони Квонг. Следователи немедленно отправились к бывшим родственникам девушки, чтобы получить любую информацию, которая поможет найти ее. Но показания семьи Квонг звучали, как отрепетированные ответы. У властей сложилось впечатление, что они целенаправленно хотят сбить их со следа. Детективы запросили у мобильного оператора данные о передвижении телефонов семьи Квонг и Эбби Чой. Соединив несколько точек на карте, следователи смогли отследить телефон девушки до квартиры в Тай-По, в живописной приморской деревне, находящейся примерно в 30 километрах от того места, где в последний раз видели Эбби. Судя по данным GPS, ее бывший муж, его брат и отец, также находились в том месте. 24 февраля полиция получила ордер на обыск помещения в деревне. И то, что они нашли внутри, было сущим кошмаром даже для опытных криминалистов. Основная жилая площадь была превращена в то, что власти назвали комнатой убийств. Помещение было полностью обклеено полиэтиленовой пленкой, включая стены и потолок. Розовая сумочка девушки была найдена в одной из спален. Также в помещении нашли мясорубку, электропилу, тесак и молоток. В мусорном баке они нашли резиновые фартуки и белые защитные костюмы. Обычно они используются для того, чтобы криминалисты не оставляли следов своего присутствия на месте преступления. Но в данном случае их использовали убийцы. Рекомендуем поставить видео на паузу, если вы сейчас едите. Самое страшное открытие было сделано, когда они заглянули в холодильник. Внутри него они нашли человеческие ноги. Рядом с ними стояло несколько кастрюль с супом, содержащим морковь, зеленый лук и какое-то подозрительно выглядящее мясо. После анализа было установлено, что это были кастрюли с человеческим супом. А в самой большой кастрюле находилась голова жертвы и другие человеческие ткани. Тест ДНК подтвердил самые худшие опасения родных девушки. Эти останки действительно принадлежали эпичой. Дыра в задней части черепа наводила на мысль, что перед смертью ее ударили тяжелым металлическим предметом, прежде чем расчленить. На кадрах видеонаблюдения с улицы видно, как бывший муж выходит из квартиры с пластиковым ящиком. Детективы посчитали, что в нем он вынес недостающие части тела. Водолазы начали прочесывать дно у берега в поисках содержимого ящика. Более сотни офицеров обыскивали свалки и кладбища. Обнаружив это зловещее место, полиция Гонконга немедленно направилась в дом семьи Квонг, чтобы задержать их. Там они нашли 65-летнего бывшего тести Эбби и бывшего Шурина и водителя, Энтони. Их немедленно арестовали. Офицеры также задержали бывшую свекровь Эбби, считая, что она помогала избавляться от улик и воспрепятствовала правосудию. Однако экс-супруга Эбби, Алекса, нигде не было. На него началась настоящая охота по всему городу. Поскольку Эбби была вхожа во влиятельные круги общества, несколько ее богатых друзей предлагали огромные суммы денег за любую информацию, ведущую к поимке Алекса. И эта стратегия сработала. Получив наводку, офицеры задержали Алекса на острове Лантау, когда он пытался сбежать на скоростном катере. У него при себе было порядка 70 тысяч долларов США и также несколько золотых наручных часов, которые ему когда-то дарила Эбби. В конечном счете, вся семья была задержана, и суд отказал им в залоге. Возможно, у многих возник вопрос, почему же эти люди, если, конечно, можно назвать их таковыми, смогли совершить такое по отношению к Эбби Чой? Ведь она была к ним столь добра, оплачивала их путешествия, счета и подарила им роскошное жилье. По мнению прокуроров, ответ на этот вопрос можно свести к двум словам – жадность и аморальность. По официальной версии следствия считается, что Эбби планировала продать апартаменты, которые ранее купила семье бывшего мужа, по причине того, что с каждым месяцем, счета и аппетиты семьи росли в геометрической прогрессии. Они жили на широкую ногу, не имея при этом высокого дохода. А все счета оплачивала она. Несмотря на то, что собственником жилья считался отец семейства, Као Квонг, Эбби была той, кто фактически за него заплатил. И с юридической стороны у нее были все права, чтобы вернуть большую часть денег после продажи. Это разозлило семью Квонг, несмотря на то, что жилье досталось им бесплатно. Эбби пообещала им найти и купить новый дом, немного скромнее нынешнего, но это не успокоило ярость бывших родственников. Чтобы не допустить продажи дома, глава семейства собрал сыновей и жену, чтобы обсудить варварский план. Пока Эбби была в Париже, они сняли квартиру в деревне на первом этаже, которую оборудовали инструментами для расправы и начали ждать возвращения Эбби в Гонконг. 21 февраля, через несколько дней после того, как девушка вернулась домой, она вышла из жилого комплекса и села в машину, думая, что водитель отвезет ее в школу за детьми. Однако вместо этого он повез ее за город. Остановился в автомобильном туннеле, где уже ждал бывший муж, Алекс. Он сел на заднее сиденье и ударил Эбби молотком по голове. Затем братья отвезли ее на съемную квартиру, где их уже ждал отец семейства. То, что происходило далее, вы уже знаете. К счастью, полиция быстро вышла на след преступников, до того, как они смогли полностью избавиться от тела Эбби и уничтожить все улики. Проверив семью Квонг по полицейской базе, офицеры узнали, что буквально каждый из членов семьи был замешан в каких-то серых схемах и делах. Энтони и Алекс проходили по делу о мошенничестве, а отец, Као Квонг, был бывшим полицейским, которого уволили из органов правопорядка из-за недоихных обвинений в изнасиловании и превышении должностных полномочий. Страницы семьи Квонг в социальных сетях в настоящий момент усыпаны гневными комментариями, в которых люди называют их психами и демонами. Несмотря на то, что на материковой части Китая практикуется смертная казнь, в Гонконге ее отменили еще в 1993 году, поэтому им грозит пожизненное лишение свободы, без права на досрочное освобождение. Также были арестованы еще два человека, которые помогали Алексу сбежать. Все они предстанут перед судом в мае 2023 года. У многих в голове до сих пор не укладывается, как целая семья из четырех человек могла сесть за стол и единогласно придумать такой безумный план расправы. Муж Чой, с которым у нее было двое общих детей, сказал, что запомнит ее как жену и мать, которая была внимательной и всегда опекала свою семью, и заявил, что позаботится о детях, в том числе и о двух приемных. Субтитры создавал DimaTorzok